Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях и романах Аркадий Логинов, клирик храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, Отец Аркадий! Добрый вечер, Данил! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ну а для вас, дорогие телезрители, я хочу напомнить телефон прямого эфира 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Вы можете позвонить нам по этому номеру и задать ваш вопрос. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить о церковном богослужении и, в частности, поговорить о божественной литургии. Вот скажите, Отец Аркадий, что мы вообще называем богослужением и какие вообще существуют и бывают службы? Ну, само слово вроде бы должно подсказывать нам «богослужение», то есть «служение Богу». Но мы должны помнить и понимать, что, в принципе, как таковые Богу наши службы не нужны. Службы Богу мы совершаем ради самих себя, то есть для собственного возвышения. Моляясь Богу, вознося наше воздыхание, принося наши немощи, наши какие-то нужды, открывая пред Богом, мы тем самым должны стремиться к тому, чтобы, прося нечто у Бога, исполнять его заповедь. А заповедь Божия, в общем, словится к одному, к любви. И не случайно в той молитве, молитве Господней, которую мы называем, которую сам Господь Иисус Христос дал своим ученикам, говоря «молитесь так, Отче наш, который на небесах», в этой молитве есть замечательные слова «остави нам долги наши, так же, как и мы оставляем должникам нашим». Мы должны помнить, что вот если мы молимся и просим о чем-то у Бога, то мы должны, во-первых, стремиться сами делать то же самое по отношению к нашим ближним. Вот суть, скажем так, самая общая суть богослужения. Это поклонение Богу в правде и истине, выражаясь словами апостольскими. Службы бывают разными. Есть то, что называемое общественное богослужение, то есть тогда, когда верующие собираются вместе в определенное место для совершения богослужения, для совершения молитвы. Ну и такое понятие есть, как не совсем, может быть, звучащее хорошо, такое частное богослужение. Ну то есть какие-то нужды, которые возникают у каждого из нас в жизни. Ну как-то, например, основание нового дома. Мы имеем такую вот мысль построить дом. И, конечно же, надо испросить благословение Божие, пригласить священнослужителей на это место, совершить молитву, чтобы с помощью Божьей уже создать этот дом. Вот так в общих чертах можно сказать о богослужении. Ну а вот скажите, почему именно люди собираются вместе на богослужение, ведь по большому счету каждый человек может молиться самостоятельно? Без всякого сомнения. Мы и должны молиться и самостоятельно. То, что святые отцы называют подвигом аскезы, то есть мы всегда должны стремиться к всегдашнему пребыванию в молитве. Это не значит, что мы должны весь день ходить с открытым молитвословом и что-то, простите, бубнить себе под нос, потому что молитва предполагает это довольно широкое понятие, и богомыслие отцы тоже называют молитвой. То есть когда мы, даже занимаясь каким-то делом, пребываем в постоянной памяти о Боге. И, кстати говоря, египетские подвижники, пустынники древности именно такой образ жизни вели, сочетая рукоделие, например, плетение корзин, каких-то еще других предметов, которые затем продавали, чтобы иметь пропитание, с молитвой, которую они творили в это время непрестанно. Но, конечно, не все мы, живя в миру, способны нести вот такого рода подвиг, но стараться во всякое время удобное, которое представляется для нас, найти хоть какую-то минуту для того, что помолиться Богу, это будет хорошо и правильно. Но в то же время церковь есть тело Христово. То есть тогда, когда мы собираемся вместе, когда мы совершаем молитву вместе, только тогда мы в действительности воплощаем те слова Господа, которые Он сам сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. И поэтому богослужение церкви, совершаемое церковью, то есть собранием людей, ибо церковь — это есть собрание молящих, собранных во имя Христово. Без всякого сомнения принимается Богом, и, ну, скажем так, действенно, да, и не случайно самым центральным, главным богослужением, общественным богослужением церкви является божественная литургия. Ну вот как раз вы отец Аркадий сказали о божественной литургии. Давайте немного поподробнее остановимся на этом богослужении. Вот расскажите, что это за служба? Ну, само по себе слово «литургия» имеет очень древнее происхождение. Его употребление мы встречаем в языке древнегреческих философов и поэтов, в частности, и у Гомера тоже. В Древней Греции, еще в языческой Греции, это слово обозначало как раз общественное служение. Ну, например, богатые, состоятельные граждане того или иного полиса должны были совершить литургию тем, чтобы оплатить устройство некого праздника или там гимнастические соревнования, еще что-то в этом роде. Поскольку церковь в самых первых своих веков через апостола языков, как мы называем его, апостола Павла, несет свою проповедь и в среду язычников приносит, ибо Христос пострадал за всех ради спасения всего человечества, то очень рано основным языком церкви становится греческий язык. И слово литургия входит в употребление церковное как раз для обозначения вот этого общественного служения, общей молитвы, общей службы церкви. И уже в самых древних памятниках мы встречаем это слово, которое в христианских именно писателей, которое закрепилось и до сих пор является обозначением вот именно этого богослужения. Хотя, в принципе, например, в западном христианстве принято гораздо более широкое в употреблении этого слова. Там есть такое понятие, как литургия, крещение, литургия, например, брака и так далее. То есть обозначение всякого богослужения, в котором совершается таинство. Поэтому божественная литургия, как общественная служба, но в нашей традиции, это то богослужение, в котором совершается таинство и в христии, или таинство причащения. То есть вот за счет этого она выделяется среди всех прочих служб? Да, конечно. Я бы здесь, наверное, обратился к словам одного из толкователей литургии, довольно поздней традиции, но очень замечательным словам. Святой Отец говорит о том, что таинство это таинство и в христии, является печатью всякого таинства. Ну, если посмотреть на традицию церкви, это действительно так, мы можем подтвердить это. Потому что в древности совершение крещения, например, было всегда сопряжено с служением божественной литургии, и после совершения крещения, новокрещенных, неофитов по-гречески, приводили в церковь, и они принимали в первый раз свое причастие, причащались к телу и кровью Христову. То же самое было и в отношении других таинств. Практика эта соблюдалась довольно долго. Да, в современное наше время мы уже не можем, наверное, не часто можем встретить эту практику, хотя теперь она возрождается. Уже во многих церквях совершаются таинства крещения вот таким торжественным образом при совершении литургии и причащении крещаемых. Но и в остальных всегда случаях священник, совершающий крещение, всегда напоминает тем, кто принял крещение, что им надо постараться прийти лучше уже и на следующий день или в самое ближайшее время для того, чтобы причаститься. То есть вот это самое подчеркивает, что таинство причастия из печати всякого таинства. То есть запечатлевает это таинство все, что совершается в церкови, и это очень древняя традиция. То есть говоря о божественной литургии, о службе литургии, мы подразумеваем под этим таинство с того причения, так? Да, конечно. То есть, ну, таинство с того причения, понятно, должно быть центром, центральной жизнью каждого христианина. Тогда скажите, зачем тогда существует всякое другое множество богослужений? Ну, я вот еще добавлю, что говоря о литургии, как о богослужении, мы говорим о богослужении, таинства евхаристии. То есть, ну, выражаясь, скажем так, языком преподавательским, мне приходится вести этот курс в духовной семинарии, литургия есть форма этого таинства, то есть то, во что оно облекается. Само таинство происходит невидимо, незримо для нас, но в то же время присутствие в церкви за совершением литургии, мы слышим песнопение, слышим чтение священного писания, евангелия, молитвы, призыв священника к любви друг к другу, исповедания веры и так далее. То есть, какие-то выражения конкретные, слова, которые способствуют нашему возвышению, нашему пониманию особого присутствия благодати Божией и особого присутствия нас в неком... Вот у Максима Исповедника на этот счет есть замечательное тоже в его толковании литургии замечание, что понимание древней церкви совершения литургии это есть восхищение нами небес, то есть, или возвышение нас до неба. Не случайно, как в древних, старых церквях, где имеются фрески, роспися, мы можем увидеть вот эту вот мысль, идею того, что здесь мы на земле собравшиеся в церкви для совершения литургии, соприсутствуем литургии небесной, где престолу Божию пристоят небесные силы. И даже в песнопениях литургии это подчеркивается. Например, при совершении перенесения святых даров для освящения поется песня, называемая Херувимская, и же Херувимы тайно образующие. То есть, мы, которые таинственно изображаем Херувимов и так далее. Вот этот момент присутствует. Ну, что касается следующего вопроса о том, что есть другие службы. Вот есть такое понятие суточный круг богослужений. Исторически богослужение развивалось от примитивной молитвы, ну, в общем, можно так сказать, от молитвы «Отче наш». Наверное, было бы правильно так сказать, потому что заповедь о троекратном совершении этой молитвы на каждый день мы встречаем в одном из самых ранних памятников, именуемых учением 12, относящимся к концу 1-го, начала 2-го века. И вот это вот традиция ветхозаветной тоже в церкви сыграла свою роль. То, что молитва совершалась не тогда, когда захочет человек, но по некому правилу. Вообще, некое правило, устав, канон в церкви — это основа, на которой зиждется церковная жизнь. И все остальные службы, они тоже призваны к тому, чтобы нас как по ступеням, что ли, лестницы, возводить вот к этому, к таинству причащения. И богослужения вечерней, утренней, богослужения часов, которые нужно тоже, в общем, посещать, особенно тогда, когда мы готовимся к причастию, они службы такого аскетического порядка, аскетического плана к тому, чтобы готовиться духовно, готовиться к причастию. Спасибо, отец Аркадий. У нас звонок, нам звонят из города Санкт-Петербург. Пожалуйста, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Меня зовут Раба Божия Ольга, город Санкт-Петербург. Я хотела задать вот такой вопрос. Когда готовишься вот к таинству исповеди, волей-неволей открываешь какие-то вот книги там святых отцов руководства по исповеди, и получается, что видишь такую массу своих прегрешений, и хочется по большому счету вот написать, не знаю, там, сратку 96 листов, и это вроде сделал, и это, и это, и это, но понимаешь, что практически это невозможно вот так вот прийти в храм и два часа, чтобы батюшка все выслушивал. И совесть обличает, ну, не во всем, что, скажем так, перечислено, да, вот вроде оно было, но раскаяние, допустим, в каких-то вот, ну, не знаю, может быть, мелких каких-то вещах такого не ощущаешь. И каждый раз при подготовке к исповеди думает, что самое главное, что второстепенное, что сказать, что нет. Отец Аркадий, если можно ответить вот этот вопрос. Ну, в общем-то, имеет некое отношение к нашему вопросу, потому что в традиции русской православной церкви есть такой обычай исповедаться перед, когда мы готовимся к причастию. Ну, во-первых, я скажу так сразу, что я не сторонник и никогда не советую пользоваться вот этими пособиями, руководственными к исповеди, содержащими перечень грехов. Ну, вот, может быть, тоже грубо прозвучит это, но я так иногда называю это прескуран грехов. Мы должны понимать, что покаяние это делание, то есть, это некий процесс. Он начинается от обличения совести нас или, скажем так, тот момент, когда мы начинаем задумываться о том или ином поступке. Вот в этот момент такого рода пособия, руководства к приготовлению к исповеди, они могут помочь, они могут помочь понять, что тот или иной поступок, который нам казался, может быть, ничего не значащим, несет что-то иметь за собой и в этот момент у нас может проснуться совесть обличить нас. И это будет повод к размышлению, которое будет вести нас в покаяние. Исповедь это венец покаяния в некотором смысле или, скажем так, какая-то его вершина, за которой может открыться еще больше. И мы должны готовясь к исповеди, тщательно проверить не к тому, чтобы выписать вот эти вот прегрешения, а к тому, чтобы, вы хотите, проанализировать свою жизнь, опираясь на, в первую очередь, на заповеди Божии и, относя тельные поступки свои, согрешили мы против заповеди Божьей той или иной. И поэтому, когда мы уже встречаемся с священником на исповеди, мы должны некое резюме представить того, о чем мы размышляли, в чем сокрушалось наше сердце. И нет необходимости, конечно, никакой прочитывать этот 250 согрешений, которые, по сути, своей сводятся к одному и тому же. Я не буду сейчас приводить примеров, но вот самое главное понять, что десяток примерно этих номинований может быть сведен к одному и тому же греху. Спасибо. Это за Аркадий. У нас еще один звонок. Нам звонят из города Екатеринбург. Пожалуйста, мы вас слушаем. Задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шатина. Я из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шатина. У меня вот какой вопрос. Я узнала вот недавно, что целый год меня обманывает муж. Сначала я думала, что во всем он виноват. Потом вот, как я почитала книги, наполовину я виновата. Потому что я не могла кротко его пьянство терпеть, не могла кротко его этот обман. знала уже год, что он не так ведет, как вот по-христиански нужно. Не могла кротко терпеть, что он ребенка семилетнего бросил. и потом позвонила эта женщина и сказала, что любит. И он сказал, что ее любит. Я его отпустила. Говорю, раз любите, что я могу сделать? И вот я не знаю, как ему дать развод, мне разводиться, или он сам пусть раз затеял разводиться, а брат он отвенчанный. Вот я хотела бы узнать, так вот, и что можно сделать. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Вы понимаете, я вам скажу сразу, что на подобного рода вопрос невозможно ответить вот так вот вдруг в прямом эфире. Во-первых, поймите такой момент, что в каждой конкретной ситуации есть те или иные обстоятельства, которые лучше разбирать и обсуждать, беседовать со священником, если у вас такая есть возможность. А лучше такую возможность найти и если вы бываете у конкретно священника на исповеди, то с ним и обсуждать этот вопрос. А вот так вот сказать, сделайте так или сделайте иначе, было бы неправильно с духовной точки зрения. И я думаю, если бы я сделал это, то всякий грамотный священник, духовник сказал бы, что я зря так поступаю. Поэтому простите, на этот вопрос я вам никак не ответил. Спасибо, отец Аркадий. Мы продолжаем тему нашей сегодняшней беседы. Сегодня мы говорим о богослужении, в частности, о божественной литургии. Отец Аркадий, скажите, общий порядок может быть службы божественной литургии? божественной литургии отличается от других служб. В общем, есть две основные ее части. это литургии оглашенных, так называемые литургии верных. Иначе еще ее можно назвать, как, например, это принято в западном крестьянстве, первая часть литургии называется литургией слова. И то, и другое обозначает главная суть содержания этих частей. Во-первых, само по себе такого рода деление литургии, оно имеет очень древнее происхождение. Уже во втором веке святой мученик Иустин Философ, давая описание в своей апологии литургии, вот этот момент подчеркивает, что есть та часть, на которой присутствуют все, которая предназначена для слушания Слова Божия, то есть священного Писания, есть та часть, на которой бывают только верные. Вот название литургии верных обозначает древние традиции церкви, что именно в этой части литургии совершается таинство прочищения, таинство Евхаристии. Прежде предлагаются на престоле хлеб и вино, и молитвы церкви, призыванием Святого Духа таинственным образом совершается таинство хлеб и вино прилагаются, присуществляются в истинное тело и кровь Христова, и затем мы причащаемся этой жертвой. Вот разделение литургии на две части оглашенных литургии верных предполагает как раз то, что возможность участия многих в одной ее части и ограничение для участия в другой. В древности на литургию верно допускались только те, кто был способен причащаться. То есть тот, кто был не крещен заведомо не могли не присутствовать, тот, кто находился под епитимией или отлучением тоже не могли не присутствовать. Спасибо, Айтис Аркадий. У нас еще один звоночек, нам звонят из Огненска. Пожалуйста, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы спросить такой вопрос. Я недавно по вашему каналу ой, это звонит Ирина из Огненска. Я по вашему каналу недавно смотрела фильм о Иолане Крестьянкине и там прозвучало, может быть, я неправильно поняла, заупокойная литургия. Вот есть ли такое или вот божественное только, вот которое по воскресеньям, по праздникам идет или вот еще вот такая вот есть литургия. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что это такой очень своевременный вопрос. Действительно, мы употребляем вот это вот название божественной литургии и может быть возникнет непонимание, что есть, наверное, какие-то другие. Нет, на самом деле вот определение божественной литургии подразумевает под собой ту мысль, ту идею церкви, что в литургии все совершается Богом, все совершается самим Господом. И, например, в 12 веке даже был спор по поводу слов одной из молитв литургии, которая говорится о том, вопрос стоял в том, кому и кем приносится эта жертва. Так вот, учение церкви, которое было сформулировано в соборах 12 века, гласит о том, что евхаристическая жертва совершается самим Господом Иисусом Христом, она приносится всей Святой Троице через Бога Сына в Духе Святом. Название заупокойной литургии не обозначает какой-то иной литургии, а лишь только повод к совершению литургии. Когда совершается, когда мы провожаем последний путь усопшего христиника, как это было с пресно памятным отцом Иоанном Кристианкиным, который имел множество учеников духовных чад, то совершение литургии, за которой совершается, которой присовокупляются молитвы об упокоении души усопшего, вот это и определяется, называется как заупокойная литургия, то есть совершаемая при чине отпевания, которое включает в себя заупокойное всеночное обдение, совершение с утра божественной литургии, и после чего совершение уже собственной чины отпевания. Спасибо, отец Аркадий, у нас еще один звоночек, нам звонят из Воронежа, пожалуйста, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, отец Аркадий, у меня вот такой вопрос к вам, я, когда готовлюсь к исповеди, естественно, я искренне раскаиваюсь во всех своих грехах, и очень переживаю, и мне стыдно, но получается так, что каждый раз после исповеди у меня возвращаются все мои вот прежние грехи, такие вот, как шевоугодие, гнев, раздражение и осуждение, и, ну, и в то же время получается, вот, что у меня нет прощения от Бога, потому что я постоянно совершаю одни и те же грехи, и нельзя так думать, потому что Бог, Он, если любовь, Он любит нас, Он нас прощает, ну, вот как избавиться от этих грехов, батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что нет такого совета, нет таких слов, сказав которые или сделав что-то, вы вдруг бы избавились от этого, у меня нет такой пилюли от греха. Но покаяние, как я уже сегодня говорили, мы как раз касались этой темы, покаяние это процесс, и в общем-то покаяние это процесс всей жизни. Неслучайно многие святых овцов-подвижников, мы можем об этом читать в их житиях, в древних потеряках, находясь на смертном одре, говорили такие слова, братья, не знаю я, положил ли я начало моему покаянию, в то время как уже зримо свидетельствовали присутствующие о сиянии исходящих таких старцев. Понимаете, чем больше мы стремимся к совершенству в Боге, к святости через покаяние, тем больше осознание нашей немощности приходит к нам. Вот это и есть истинное смирение. Вот с точки зрения здравого смысла светского общества, или я бы сказал по существу языческого философского сознания, это нонсенс, потому что как это так человек совершенствуясь считает себя хуже и чем более совершенным он является по пониманию христианских аскез, христианские аскезы, тем большим грешником он себя осознает. Ну на самом деле в священном писании в трудах святых отцов это открывается, как бы завеса приоткрывается. Почему так? Потому что чем к большему очищению мы подходим внутреннему духовному, это духовное зрение открывающееся у нас, тем больше грязь, вот эта вот греховная страстность мы в себе видим, замечаем. Когда мы стоим только у начала пути покаяния, нам кажется, что те или иные наши поступки, слова, которые мы кому-то сказали, что такого? Все так делают, обычно так и бывает наиспределение, ну я ничего такого не сделал, чего бы не делали другие. Все так живут, все так поступают. Но на самом-то деле приходит время, когда мы начинаем понимать, что то, что раньше казалось нам невинным, ничего не значащим, вдруг оказывается очень серьезным. То, что вы назвали в своем вопросе, это и не грехи по существу, это страсти. Вот то, что вы все перечислили, черевоугодие, гнев, это есть страсти. А преодоление страстей, причем это вот одни из основных страстей, преодоление их, это действительно очень трудный путь. И нужно огромное терпение и главное стремление и желание к тому, чтобы идти путем преодоления их. да, бывает так, что совершив тот или иной грех, мы вновь возвращаемся к нему. Но главное это, чтобы нас не посетило уныние, чтобы хоть в чем-то мы все-таки становились ближе, отступали от влечения страстного и приближались к Богу. Именно вот таким вот путем, чтобы не так, чтобы сделать шаг вперед и два назад, тогда мы будем не то, чтобы даже на месте топтаться, а все будет хуже, но именно с терпением. Для того, чтобы это получалось, ну, святые отцы советуют быть, скажем так, по-современному бдительными, да, еще один совет помнить о смерти, да, вот страх смертный есть тот стимул для человека, который укрепляет наши силы, в противостоянии греху, если мы будем всегда стараться помнить о том, что наша жизнь умаляется, что вот мы родившись идем к смерти, каждый день нас приближает к этому, а смерть это тот порог, за которым, в общем-то, мы уже предстоим Богу и для того, чтобы дать ответ. Так вот, если я буду думать не о том, что я, ой, да я еще молод, еще вся жизнь впереди, так что я еще успею покаяться, если это путь к погибели, если же я буду стараться думать, всякий раз напоминать себе, что сегодня я живу, а завтра могу быть, предстать пред Богом, то я буду стараться этот день прожить уже как последний день моей жизни, то есть в покаянии. Вот так себя настраивая, можно успешно, по крайней мере, трудиться в направлении преодоления, проявления страстей в нас. Спасибо, Атец Аркадий, к сожалению, время нашего эфира уже подходит к концу, я думаю, что будет назидательным для наших телезрителей сказать какое-то слово для тех, кто может быть еще не был ни разу на божественной литургии и вообще на богослужении. Ну, конечно, с одной стороны, вроде бы я должен был сказать, что всякий, кто еще не был в церкви на богослужении, должен прийти туда, но вот, к сожалению, я скажу наоборот, нет, не надо вдруг прийти на службу, в церковь. Все-таки надо понимать, что богослужение, тем более богослужение литургии, это молитва в церкви, и прежде нужно обрести веру, потому что все, что совершаемо в церкви, совершается по вере. И вот, если я услышу в себе призыв, если вы услышите в себе призыв Бога, Слово Божие к покаянию, если вот сердце вдруг защемит, и ноги сами вас понесут в церковь, тогда надо идти и, проливая слезы, не смущаясь никого, молиться пред Богом. Вот тогда будет истинная молитва, тогда вы действительно станете ближе к Богу. Спасибо, Атец Аркадий, за нашу сегодняшнюю беседу. Мы были рады вас видеть в нашей студии. Благословите наших телезрителей. Благословение и милость Божия да пребудет со всеми нами. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин